Полгода плохая погода. У жителей дома номер 6 на улице 14 проезд. Уже больше шести месяцев жительница квартиры на последнем этаже Елена Мясникова. Буквально живет под дождем. Крыша протекает, управляшка бездействует. Недавно, не выдержав натиска воды, в прихожей у пожилой женщины рухнул навесной потолок. Что-то затрещало, мы никак не можем понять. Не сообразили двери. Это тут нету, ну ни к чему. Что так-то? Оно намыкало, намыкало, там уже вот это такая тяга упала. Вы бы представляли, сколько воды было вот в этой тяге. Дочка, внучка пошла, баб. А потолок-то у нас, прямо вот она стоит, а на нее вот так вот. Ну она вот здесь, в стороне. А она, что мне руками держать? Я говорю, уйди, уйди. Какими руками? И он обрушился. Теперь прихожая выглядит вот так. Звонки в управляющую компанию бесполезны. Сначала ушел в отпуск инженер, потом другие сотрудники. Когда все наконец вернулись, дело почти сдвинулось с мертвой точки. На крышу положили кусок рубероида. Только вот не закрепили. И снова море отговорок. А крыша продолжает протекать. Я живу на телефоне. Какие тут уже… Я живу на телефоне. Бывает другой день, и два раза позвоню. Во-первых, еще не дозвонится, больно, трубку не берут. Все через диспетчер. Диспетчер другой раз трубку не берет. Только. А инженер так вообще сроду никогда трубка. Я же слышу, не заняты у инженера. Я же слышу, какие гудки-то. Я не глупая. Она не берет трубку, и все. Опасность представляет теперь проводка. Отсыревшие провода искрят до короткого замыкания один щелчок выключателем. Специалисты МОБ ЖХ номер 3 посоветовали женщине не включать свет. Комнату, где искрило больше всего, помогли обесточить родственники. Когда там все намокло у нас, и свет все искрило, и мне пришли и отсоединили, чтобы оно совсем не это… Мне не страшно было. Заглушечку поставили, все заизолировали. Света у меня теперь в этой комнате нет. Я живу без света. Потолок в комнате натяжной, что за ним неизвестно, но прорвать его может в любой момент. Если крышу не залатать, дожди в квартире обеспечены даже зимой от талого снега. Елена Георгиевна просто боится представить, что будет дальше. В МОБ ЖХ номер 3 нам пояснили. К работам не приступали по причине отсутствия официальных обращений. Почему повторные звонки не регистрировали, остается тайной. То ли диспетчер забывал, то ли они просто затерялись и приоритет отдавали письменным заявкам. У нас обращение в управляющую компанию, к сожалению, не зарегистрировано от данной квартиры. Сейчас уточнили, выяснили ситуацию. И в ближайшее время постараемся ситуацию исправить. Ремонт крыши выполнить. Сейчас все будет зависеть от погодных условий. Главное дело, чтобы не было осадков в виде дождя. Все будет зависеть от погоды. Тем не менее, к ремонту пообещали приступить в ближайшее время. Начнут, вероятнее всего, уже на этой неделе. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.